Привет, 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 песеры, с вами Морж, 22 число на календаре, пятница, на экране у вас приложение eFootballHub24, которое вы можете скачать и на Android и на iOS, и самое время поговорить про паки, которые нам завезли вчера, их достаточно много, игроки прокачиваются, кого стоит брать, кого стоит не брать, плюс нам подарили Неймара, с его прокачкой тоже можно ознакомиться, В общем, на эту тему я с вами и хочу поговорить, приложение максимально удобное, скачивайте, пользуйтесь, если хотите поддержать разработчиков, можете купить его премиум-версию, чтобы не было рекламы, в общем, тут, наверное, все я сказал, поэтому стоит прорекламировать свои ресурсы, ссылки в описании и закрепленном комментарии, на мой телеграм с новостями, на мою личку в телеграме, где ты можешь задонатить на мобилочку с российских карт, и, конечно же, ссылка на мой чат, где нас уже достаточно много людей, люди общаются, люди играют в товарки, люди обсуждают футболистов, главное, люди соблюдают правила, те люди, которые не соблюдают правила, идут нахрен, начнем, давайте с Неймара, все его получили бесплатно, и, если честно, я по этой карточке особо ничего хорошего сказать вам не смогу, вот, давайте посмотрим автоматическую прокачку, значит, 8 удары, 4 пас, 9 в дриблу, 8 ускорения, 4 скорость и единичка в борьбу в воздухе, давайте единичку снимем с дриблы, вот, она у него и так прекрасная, а 3 стата халявных получим, и, естественно, единичку снимем с корпуса, потому что, ну, смысл тут плюс 1, минус 1, тут вообще никакой роли, собственно, не сыграет, хорошая слабая нога, отличное ускорение, отличный баланс, отличная дрибла, с пасом тоже все хорошо, подкрутка штрафные все ок, но, блин, ребят, скорость 69, выносливо 72, кроме оффа, этого Неймара использовать везде просто противопоказано, причем, реально, смотря на статы, я бы сказал, что, типа, это очевидная классическая десятка, да, игрок, который особо не бегает, вот такие статы должны быть у классической десятки, тем временем, Konami дают ему креативного плеймейкера, 4 статы у меня халявных есть, тут поднимать что-то, ну, там, типа, защиту на 4 статы можно поднять, окей, корпус на 4 статы можно поднять, окей, а зачем, вот, поэтому я бы лишние два раза поднял бы пас низом и пас навесом, все-таки оттянутый форвард должен и раздавать, и завершать, таким образом, получил бы я вот такую вот карточку, тоже 98 на максимальной прокачке с игранностью, но мне кажется, просто бессмысленно плюс 1 делать дриблу и бессмысленно плюс 1 делать корпус, навыки этому Неймару добавлять можно, само собой, тут уже каждый под свой вкус ему может добавить, хороша ли карточка, ну, честно вам скажу, я ее использовать не буду, показатели скорости и показатели выносливости меня здесь просто убивают, само собой, отсутствующий корпус, ну, это понятно, это Неймар, но, нет, скорость 69, я просто с такой карточкой не хотел бы сталкиваться, ну, и два пака нам завезли, это игроки Ла Лиги и, собственно, игроки национальных команд, давайте начнем с Ла Лиги, пожалуй, 11 игроков, выбить здесь можно любого игрока, это вы знаете, главное, чтобы у вас было достаточно количество золота, но не скажу, что здесь прям что-то хорошее и интересное, явно игроки, которые болеют за мадридский Реал, пойдут за Родриго, правый нападающий, получится у нас с 98 при автоматической прокачке, но тут смотрите, опять один стат идет в защиту, который нахрен не нужен, и один стат с дриблой мы точно так же снимаем, делаем минус один, получаем 4 халявных стата, которые можно, допустим, 2 вкинуть в удары, можно 2 вкинуть в пасы, но с пасом у него все не очень хорошо, да, а больше тут особо вкидывать не во что, ну, само собой, защита бессмысленна, само собой, корпус бессмысленен, и я бы, наверное, это все делал, вкинул в удары, то есть делал бы ему реализацию 87, 87, итого мы получим право нападающего, который, естественно, завершитель с 83 умением атаковать, 87 реализацией, отличными показателями скорости ускорения, и баланс с выносливостью тоже вполне себе в порядке, навыки, опять же, можно добавлять под себя, единственное, что стоит отметить, что у него есть супер замена, что вполне себе неплохо, если бы у него еще была хорошая слабая нога, он может стать и налево нападающего, и направо нападающего, вообще было бы супер, он бы был очень универсален, и, я думаю, многие и не поклонники Мадридского Реала захотели бы его в свой состав, дальше идем из того, что здесь мне показалось интересным, ну, само собой, да, ладно, поговорили про Реал, давайте поговорим про Барселону, это у нас Гюнди, и он у нас атакующий полузащитник, и он у нас атакующий полузащитник, который не может встать на позицию атакующего полузащитника, нахрена это сделали Канами, непонятно вообще, ну, я просто с этого улыбаюсь, и на самом деле, посмотрите, вот, автоматическая прокачка, 99-й ЦПЗ, он, судя по всему, где-то должен был бы быть, если бы атакующий полузащитник была его основной позицией, он должен быть 100-м, 101-м на АПЗ, да, не слишком хорошие показатели скорости и ускорения, но великолепнейший пас, все в порядке с дриблой, все в порядке с выносливостью, и мне кажется, что смотрится он хорошо, и причем у него 4 вкидывается в защиту, на АПЗ эта защита ему не нужна была бы совсем, поэтому я не знаю, я не знаю, почему они сделали просто ему эту позицию дополнительную, единственное, что я бы, по крайней мере, делал для себя, я бы опускал пасы до 8, вот этого, в принципе, достаточно, а здесь бы уже уводил все в бирюзовую зону, и того мы получили бы в атаке и с умением атаковать, да, реализация не самая лучшая, но при этом весь дриблинг в бирюзовой зоне и пас тоже в бирюзовой зоне, плюс выносливость в бирюзовой зоне, вот в таком виде на позиции атакующего полузащитника я бы его с удовольствием посмотрел и попробовал, но Канами ему эту позицию не нарисовали, по навыкам тоже этой карточке можно добавлять навыков, что очень даже хорошо, но для меня самая крутая карточка Гюндагана, давайте, кстати, по-моему, по-моему, так, давайте сразу глянем сравнение, вот, по-моему, тот, который был опорник у нас от Манчестер Сити, он получше, да, вот эта вот карточка, опорник, так, хоть он опорник и 94, да, давайте кинем сравнение, так, здесь максимальный уровень и, ну, ладно, хрен с ним без сыгранности, ну, да, вы сами видите разницу, но, типа, опорник, ну, намного лучше, причем опорник с показателями бокс-то-бокс, со стилем бокс-то-бокс, и он становится на центрального полузащитника, ну, типа, без проблем, стиль работает, и минус один сила удара, минус один скорость, минус один выносливость, минус три пас снизом и минус два, а, нет, минус два пас снизом и минус три пас навеса, но зато посмотрите, сколько плюсов, ну, вот, самая крутая карточка опорника, это, конечно, вот это вот, ну, именно по нашему гюнде, ладно, с ним посмотрели, дальше, Лориент, просто мне нравится этот парень, на самом деле, не скажу, что сильно, там, какая-то выдающаяся карточка, единичку с ударов, то сразу же, конечно, снимем, потому что, ну, вообще смысла нет, 11 в пас, много, 8 дрибла, 4 ускорения, отличная скорость, отличная скорость и выносливость, конечно, для центрального полузащитника прям великолепнейшая скорость, и 4 в защиту, я бы, на самом деле, ну, из-за того, что это центральный полузащитник, я бы вот немножечко ему понизил пас, я бы ему немножечко поднял защиту, хотя бы до 8, да, и два стата у меня лишних остается, ну, допустим, я бы их впихнул, там, в ускорение я бы впихнул, чтобы баланс тела был 70, вот такая карточка у меня бы получилась, получаем ЦПЗшника с пасом, с дриблой, умеющего в защиту, с классной скоростью, вполне себе, вполне пойдет, также из атлетика мадридского я, конечно, бы выделил Марату, почему он мне понравился, реально, посмотрите, ребят, ускорение 89, скорость 87, при 91 умении атаковать, по-моему, это очень даже хорошо, сила удара кое-какая есть, реализация есть, игра головой есть, прыжок есть, корпус присутствует, и при этом он обладает навыком суперзамена, поэтому вот именно как суперсаба я бы вполне себе сажал его себе на скамейку и выпускал бы во втором тайме, плюс стиль охотник за голами, но, конечно, со слабой ногой здесь не все и не очень хорошо. По остальным, да, если честно, глаз вообще ни за кого особо не цепляется. Идем к национальным командам, что у нас здесь хорошего, что у нас здесь хорошего? Так, я себе отмечал, ну, Аки подойдет под любителей Манчестер-Сити, хороший показатель в защиту, кроме агрессии, почему-то он не агрессивный, вроде и скорость есть, и прыжок есть, и игра головой есть, и корпус есть, рост, да, не самый богатырский, 180 сантиметров, в пас присутствует кое-какой, но почему вот ему агрессию, так как Нести примерно обрезали, я, если честно, не знаю. Конечно же, не радует 4 всего лишь навыка, то есть, ну, 5 еще можно добавить, но 4 на старте, это, мягко говоря, маловато. Дальше, Брента я отмечал, значит, почему я его отмечал, где у меня тут помечено. Ага, вот, опять же, за великолепные показатели дриблы и паса. То есть, опять же, как атакующий полузащитник, именно подыгрывающий, а он креативный плеймейкер, он будет великолепен, он будет великолепно раздавать пасы, и он будет великолепно дриблить. Баланса хотелось бы немножечко побольше, но тем не менее. Навыков достаточное количество, дополнительные можно добавить, будет с этим все, в принципе, ок. Само собой, многие пойдут за дембеле, 99-ая его аж карточка, ну, бегуночек, бегуночек, хотя пас снизом в зеленой зоне. Вроде умение атаковать 85, а реализация при этом 75. Здесь хороша, если честно, его универсальность. Если на левом и правом полузащитнике, я бы его не использовал, потому что, ну, пас навесом 79, это все-таки маловато будет. Вот, плюс в защиту он абсолютно не умеет, а левый и правый полузащитник все-таки должны в защиту кое-что уметь. Но благодаря идеальной слабой ноге, левый и правый нападающий, ставьте спокойно, 99-ая карточка с дичайшими показателями скорости, с хорошим балансом. Я думаю, заходить будет многим. Кстати, чтобы чисто повыделываться, у него есть рабона, сами понимаете, навык относительно бесполезный, но на поле выглядит очень даже сочно и красиво. Ну, и сосу я бы выделял, но выделял бы я его почему? Потому что, ребят, ну, посмотрите, ну, это четкий левый полузащитник. Это левый полузащитник, который умеет кое-что в защиту, с нормальными относительно показателями скорости ускорения, с великолепной силой удара, с хорошим классным пасом навесом. И, конечно же, со стилем специалист по навесам, который будет работать на левом полузащитнике. Вот это вот просто левый полузащитник чистейший, максимально чистейший. Но почему-то Konami ему дают как основную позицию левый защитник. Нормальное количество навыков, в том числе пасы в разрез, пас на ход, точность подач, низкий пас навесом. Ну, вот чистый ЛПЗ. Играете навесами, в нападении у вас там, не знаю, холодильник и Лукаку, или кто-то кого-то, можно, Влаха, вот, недавно вышел, да, на центрального нападающего. Вот если они у вас в нападении, вы грузите с фланга, спокойно ставьте его на левого полузащитника, и, пожалуйста, великолепным пасом навесом будете закидывать. А если что, и на ударную позицию выйдет, пробьет пушечно. Карточка, интересно, я бы, я бы за него, в принципе, покатал. Но остальные, да, если честно, даже не знаю. Толой, в принципе, неплохие показатели имеют по защите, все в бирюзовой зоне, скорость ускорения для защитника путевые, пас низом, пас навесом. Для сборной Италии, ну, я думаю, покатят. Прыжок есть, игра головой есть, корпус есть. Навыков не так много, ну, к сожалению, 7 всего лишь, но, тем не менее, 7 не 4, что тоже уже хорошо. А вот мимо остальных я бы, скорее всего, проходил. Вот есть у нас бразилец, но оттягивающийся форвард, ну, зачем он, вот. И при этом оттягивающийся форвард, ну, не с слишком хорошим пасом. А при этом он, как бы, должен защитников вытягивать на себя, ну, по крайней мере, стиль, как описан в игре у нас. Вот, и потом отдавать передачу на партнера, который заходит в свободные зоны. С пасом 75, что у него, по навыкам есть что-нибудь на пас? Обводка, игра пятка и дальние. А, пасы в разрез, ладно, есть. Ну, допустим, пас на ход, можно там слепой пас добавить, но все равно я его не вижу, как именно оттягивающийся форварда. Он, скорее, завершитель. Ну, 88 умений атаковать, 86 реализация, пас здесь никуда не попадает. А вот мимо остальных реально я бы проходил мимо. Да, можно взять Мерина для сборной Испании, да, центральный полузащитник. Ну, такой вот из серии середнячок, середнячок. Вроде и дрибла, вроде и пас, в защитку что-то умеет, скорость ускорения на середняке, и сила удара есть, и выносливость есть, и вроде бокс-то бокс. А по сути смотришь, ну, явно можно найти игроков поинтереснее. Десяти навыков у него тоже нет. Вот такие паки нам завезли вчера. Такого неймара нам подарили вчера. Примерно я вам свои мысли по поводу этого всего сказал. Свои вы можете, конечно же, написать в комментариях с удовольствием. Их почитают, да и другие ребята их почитают. Может быть, найдут в ваших комментариях что-то полезное для себя. Мы все-таки одно сообщество, и нужно делиться умными мыслями друг с другом. В понедельник у нас выйдет Испанская Лига, причем атакеры Испанской Лиги. Плюс, конечно же, три Эпика. Обещают ЭТО, обещают Мариентеса и обещают Давида Вилью. Посмотрим, будем надеяться, что они, собственно, выйдут. Ну, и здесь пока максимальной прокачки нет, но я уверен, что, опять же, многие за Венисеусом пойдут, многие за Рафиньей пойдут. Но все-таки Реал Барселона, я думаю, вы это все понимаете. Вот такой вот получился видосик. На этом буду прощаться. Спасибо, что смотрите, ребят. С вами был Морж. До новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok